Более 60 погибших, треть из них дети, таковы официальные данные трагедии, которая случилась 25 марта в Кемерово. Это было воскресенье, день, который люди, как правило, посвящают отдыху и развлечениям, отправляясь, например, в кино, в кафе за покупками, причем всей семьей. Для кого-то то воскресенье стало последним, а кто-то теперь будет вспоминать его как самый страшный день в своей жизни. Начинаем. А знаете, что самое омерзительное? Главные СМИ страны сообщили о случившемся только на следующее утро. В день трагедии ни один из трех федеральных телеканалов, первый, второй НТВ, даже экстренного выпуска новостей не удосужился дать в эфир, как будто ничего существенного и не произошло вовсе. Так, программа «Вести недели», например, которая транслировалась в столице через 8 часов после начала пожара, когда уже было известно о большом количестве жертв, о том, что в основном погибшие это дети, началась со слов Киселева «Америка объявила Китаю торговую войну». Америка объявляет Китаю войну торговую. В чем польза для России? Это «Вести недели» и я... Представляете, какой цинизм? Геттеры даже не попытались перемонтировать эти «Вести». Главную информационно-аналитическую программу в стране, во всяком случае, так они себя позиционируют. В Кемерово люди гибли, десятки людей остались в том торговом центре навсегда. Кто-то потерял близких, кто-то остался в живых, но пострадал. Кто-то, кого еще не успели спасти на тот момент, продолжал взывать о помощи. А Киселев в это время рассказывал россиянам о терках между китайцами и американцами. Кстати, символично, что в данном выпуске был еще материал о прорывных технологиях отечественной медицины в области рождаемости. Божий промысел. Новые репродуктивные технологии. Государство. Эту помощь мы оказываем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Что для родов важнее? Как в зрелом возрасте завести здоровых детей? Сейчас проводится буквально уникальная процедура. Не поменяли вещатели и эфирную сетку телеканалов. Как был запланирован на вечер развлекательный контент, так его и транслировали. Знаете, когда я только пришел в профессию, за такое вообще-то увольняли. Сегодня другие времена. Сегодня мы живем в иллюзорном раю. И, видимо, о происходящем в нашей стране либо хорошо, либо ничего. Прям как о покойнике. Слушайте, это реальная журналистика. Противно все это. Поехали. Ну и версии ЧП давайте рассмотрим. Официально коротнула проводка. Крайних, разумеется, нет. Вернее, есть. Это тетя Маша-уборщица и гастарбайтер Магомед. Впрочем, говорили и о другом. Я вообще не сторонник распространения сплетен и слухов. Считаю, что это неправильно и непрофессионально. Однако в сложившейся ситуации, когда чиновники и средства массовой информации заврались настолько, что умудрились полностью себя дискредитировать, к слухам, хочешь, не хочешь, начнешь прислушиваться на всякий случай. Итак, сразу оговорюсь, это просто версия. Не надо ее принимать на веру, как состоявшийся факт. Но в сетях после трагедии появилось огромное количество вот таких сообщений. Там какой-то кошмар. И очевидцы утверждают, что это был тирант. Про погибших пишут неправду. К нам в трешку на Островского привезли 132 тропа. Среди них очень много детей. У меня волосы дыбом от всего этого. Я поверить не могу, что с нами происходит. К слову, я попытался хоть как-нибудь проверить информацию из данного сообщения. Не по всем пунктам, конечно, удалось это сделать. Но горбольница номер 3 на Николая Островского в Кемерово действительно есть. И туда действительно привозили тела погибших в воскресенье. Это, впрочем, все, что получилось выяснить. Был человек с рюкзаком, который оставил свой рюкзак возле детских игровых автоматов в кинотеатре. Через пару минут прогремел взрыв. Утверждать ничего не берусь, но вроде бы видели этого человека. Женщина сейчас, она в больнице. Учебовцы спрашивали. Они говорят, что им тоже поступало вводное о взрыве. Ребят, еще раз. Я ничего не утверждаю. Я просто сейчас озвучиваю ту информацию, которая попалась мне на глаза. Я очень хочу, чтобы все это оказалось фейком. Я не шучу. Я даже готов принести публичные извинения, если данные слухи окажутся просто слухами, но повторюсь. С некоторых пор фейком я также считаю любую информацию, которую выдают в эфир официальные российские СМИ, а также некоторые чиновники. Поэтому уж не обессудьте. Большой пожар в Кемеровском торговом центре мог разгореться из-за детской шалости с огнем. Об этом сообщили в экстренных службах. По данным Следственного комитета, пятеро человек погибли и более тридцати госпитализированы. А тридцать пять человек считаются пока что пропавшими без вести. Об этом рассказали уже в МЧС. Кстати, виноватого-то нашли и задержали. И все-таки им оказался некий Александр Никитин, который отвечал за систему противопожарной безопасности и сигнализации в ТРЦ «Зимняя вишня». А вот теперь главное. Как выяснилось, у человека нет специального технического образования. Он никогда не работал со сложной техникой. И вообще этот парень повар по профессии. Почему я не удивляюсь? Ну и под занавес, что называется, без комментариев. Выводы делать только вам. Четыре автобуса детей приехали на новую премьеру мультиков. И их, короче, что-то там непонятно зачем, почему в кинотеатре закрыли, а не смотрели вахтерши, чтобы они не убегали. Закрыли и ушли, короче. Прикинь, и все дети из-за этого погибли. В морге на Волгоградской 174 трупа принимать уже не могут. Везут в многопрофильную. Все морги завалены. Родители не пускают на опознание без предварительной подписки о неразглашении. Только тогда дают опознавать детей. Сейчас разговаривала с Аней Смольниковой. Мама у нее, вот говорю, в органах. Это сестра Смольникова. Короче, 170 уже привезли трупов. Мешки закончились, все пиздец. Короче, там погибших внутри около 400 человек. 355. Это МЧС передает. И к другим новостям у Валька Стакановой. Простите, спикер Совета Федерации Матвиенко на днях тут разродилась очередной гениальной идеей. Нам сказала госпожа Тютина, это девичья фамилия у нее такая, не нужна больше страховая медицина. Пускай в конце концов граждане сами оплачивают свое лечение и вообще пора бы сделать из медицинской отрасли полноценный высокодоходный бизнес. А то ишь привыкли. Государство им соцгарантии должно предоставлять. А если кто-то по нашей милости стал безработный, но это уже моя интерпретация, и не платит больше отчислений в ТФОМС, бюджет должен будет покрывать данные расходы. Это что ж, я вместо 63 тысяч рублей в день должна буду только 60 получать и пытаться свести на эти гроши концы с концами? Может мне еще отказаться от льгот по оплате ежемесячного отпуска на ГУА и начать самой оплачивать коммуналку на ГУСдачи? Совсем обалдели? Повторюсь, это всего лишь моя вольная интерпретация, но смысл, я думаю, вы поняли, недовольна тетя Валя тем, что мы, тараканы, до сих пор не передохли. Просто надо навести порядок и заставить граждан участвовать. То есть он получает страховку, не оплачивая его никоим образом, а он обязан это делать, если он в работоспособном возрасте, не инвалид, не безработный. Безработный получает на бирже труда пособие и так далее. А вот тут улыбнуло. Слушайте, мне одному показалось, что мадам не очень бодро говорит, ну, может, налили чего не свежего. Я про фреш, конечно же. Я прошу прощения, торопилась, еще раз хочу акцент сделать по неработающим гражданам. Речь идет о недобросовестных гражданах. Ого, и бог с ней. Ну, а закончить, господа, хочется словами из Вячеслава Бутусова. Эта музыка будет вечной. Во всяком случае, в России это точно. Ну, и чтобы уж не совсем на грустной ноте, хочу вам одно объявление показать. Житель Ивановской области на Авито разместил. Город Иваново, Октябрьский район. Отбуду за вас тюремный срок до пяти лет. Возьму на себя ответственность, дам показания, бла-бла-бла. Рассмотрю также отсидку на больший срок, но только для тех, кто срубил по-крупному. Далее расценки, условия, контакты. Слушайте, это дурной сон какой-то. А с другой стороны, это в принципе не смешно. Человек ведь не от хорошей жизни такие объявления дает и такую подработку ищет. Мы реально довставались с колен, потому что уже до такой степени, что людям выгоднее пересидеть смутные времена в местах не столь отдаленных. Сытнее там, блин, я в шоке, господа. А еще в такие моменты мне почему-то всегда вспоминаются слова из российского гимна. Славься, страна, мы гордимся. Это было в принципе обо всем сегодня сказанном. А это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще не один повод задуматься. Их даже не два, их там сотни. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться, не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok